Смотрите, любовь какая. Девочки, представляете, приключения, блин. Ну что, всем привет, мои крошки и картошки. Начинаю новый влог. Начну я его с того, что... Что, 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 что... Всё прекрасно, жизнь прекрасна. Всё замечательно. Сейчас я еду, 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 еду в горизонт. Я хочу заехать в Хофф. Я никак не могу определиться с этими шторами. Шторы, которые я брала в Леруа, светлые. Мне они не понравились. Они дают жёлтый оттенок в доме. А я не хочу жёлтизны. Я всегда снимаю, мне нужны холодные оттенки. Ну и вообще как-то поприятнее мне вот эта вот жёлтизна. Она меня подбишивает. Вот. Поэтому я всё сдала. Купила ещё ролл-шторы в спальню детскую. Возможно, я там вообще и не буду никакие занавески вешать. Только тюль будет висеть. Посмотрим. Вот. И сейчас я еду в Хофф. А что я хочу в Хофф посмотреть? Тоже занавески посмотреть. Всё-таки я хочу светлые занавески. Наверное, буду брать блэк-ауты всё-таки. Именно в спальню. Потому что что-то я привыкла, по-моему, чтобы свет у меня не пропускался. А может быть, роллы взять, блэк-ауты? Короче, я ещё думаю, зачем я еду тогда в Хофф, если я с занавесками определилась. Короче, я еду в Горизонт. Ещё я хочу купить себе какую-то новую сумку. Потому что сейчас у меня такое больше преобладает каких-то тёмных вещей в одежде. А у меня ничего тёмного нет. Только мой рюкзак вот тот. Он какой-то прям, знаете, зимний рюкзак. Хочется, что-то... Может, даже... Я не знаю. Вот мне очень нравился рюкзак, который я купила в ГЕС. Но даже с учётом того, что я его в дюдике покупала за 100 евро... А здесь он стоил 10, по-моему. 10. 10. Вообще, качество просто... Ну, он один сезон проносила, я его, и он весь стёрся. То есть весь рисунок стёрся. Сейчас как будто он старенький какой-то. Я бы сейчас с ним ходила. Но я поняла, что нужно брать что-то покачественнее, чтобы реально вот ты взял и кайфушь, короче. И всё. И не хочешь менять это всё дело. Вот. А, ещё хотела сказать, что многие мне писали по поводу того, что вот, продала машину, и давай сразу... Надо на ремонт, и давай сразу деньги спускать в этот... На шмотки. Ну, во-первых, извините меня, я уже большую часть потратила на ремонт. Как раз-таки для чего я её продавала, именно эти моменты мне хотелось закрыть по ремонту. Это один момент. Второй момент, если я какой-то маленький процент трачу на вещи, которые меня радуют, и хочу купить какие-то хорошие качественные вещи, чтобы я не покупала их уже в следующем году, опять же, да. И чтобы комфортно было и ноге, допустим, обувь, да, тут уже что-то начали мне все писать, что что-то там дорого, и нафига, лучше бы то купила или то. Помимо всего этого, у нас есть общий семейный доход, мой доход, у мужа, вот. У нас есть как бы, да, и мы так же всё это и в ремонт, и как бы на радости маленькие. Я не покупала что-то такого сверхъестественное, там, я не потратила 200 тысяч на шмотки, да, и 100 даже не потратила, и даже, нет, 10 потратила, ну, там, 20-30, мне кажется, это вообще ерунда. А маме я телефон купила, и что? Зачем маме телефон купила? На ремонт, да? Нет. То есть я себе не могу покупать. Вот никто ничего не сказал за счёт того, что я телефон маме подарила. Никто ничего не сказал. А купила себе обувь за 10 тысяч, так всё. Что меня теперь на кол посадить за то, что я себе купила. Я иногда, конечно, с комментариев вообще валяюсь, честно говоря. Да, начинаю считать мои деньги, что я что-то делаю не так. Но я уже, конечно, ко всему этому привыкла, но просто вот захотелось высказаться, что да, я читаю комментарии ваши, и я вижу вот какую-то такую тенденцию нездоровую на самом деле. Вот. Плюс экономно жить – это не для меня. Да, кто-то написал в комментариях, ты экономно и не жила. Ну, всё, конечно, всё относительно. Я привыкла вообще тратить деньги и покупать всё, что я хочу. Увидела сумку – 20-30 тысяч – беру. Увидела там ещё что-то – беру. Захотела куда-то поехать – беру и еду, да. И трачу деньги, и вот так всегда было. Так всегда было. Просто из-за этой квартиры немножко пришлось подурезать свои вот эти все желания. И я не привыкла так жить, и я не хочу. И для меня это экономно. Именно потому, что я не покупаю все свои желания. Но когда я продала машину, да, появилась какая-то денежка, естественно, я закрыла те моменты, которые я собиралась закрыть, и у меня осталось денежка. Почему я не могу позволить себе купить подарочек какой-то и порадовать себя? Я что, не заслужила, по-вашему? А? Я работаю, работаю, и я не заслужила, да? Я должна… Короче, вы поняли меня, да? Ну, даже если вы считаете, что я не заслужила, ну, не все, конечно, да, большинство людей меня поддерживает, я именно обращаюсь к тем, кто считает, что я не заслужила. То я вам скажу, я заслужила, и я буду себя радовать. Это вообще очень хорошая и полезная практика. Потому что если совсем себе во всем отказывать, да, то это, конечно, жизнь, то это жизнь и жизнь. Вот. А еще недавно мы с Татьяной общались там в одной теме, не знаю, может, она вам расскажет, не расскажет, в ее случае случались жизненные случаи, в ее жизни случались жизненные случаи, которые давали ей возможность переосмыслить жизнь. Потому что Таня у меня тоже, я, насколько ее помню, она такая экономная, она всегда там зарабатывает, собирает, лишнего ничего не потребляет. Тратит, как бы вот, ну, как бы вот так, да, с деньгами. Вот. И она переосмыслила какие-то моменты, что мы живем реально здесь и сейчас. Не дай бог, что случится. Эти все сбережения, то есть ты и не жил толком ничего, понимаете, отказывал себе во всем. А в определенные моменты, при определенных ситуациях ты думаешь, нахрена ты вообще вот это вот, все это копил? Для кого и кому, а сам живешь и не наслаждаешься жизнью. Ну, мы как-нибудь с ней пообщаемся, она, может быть, расскажет вам. Вот. А я всегда, на самом деле, так это и держу в голове. Всегда держу в голове, что в любой момент с нами что-то может случиться. И вот это вот жить не в радость, жить каким-то завтрашним, послезавтрашним днем, когда когда-то все будет замечательно, вот. Это вообще, ну, это вообще, короче, неправильно, я считаю. Нужно прямо сейчас начинать жить. И если у тебя есть возможность порадовать себя, порадуй. Вот. Я, естественно, не убиваю там все деньги, я там не потрачу все деньги бездумно как-то, да, пойду себе сумку куплю за 20 тысяч, если у меня всего 20 тысяч. Нет, конечно, я так не сделаю. Но если у меня 100 тысяч, то почему я не могу пойти себе купить сумку за 20 тысяч? От этого голодного, голодный никто не останется, да, и на улице тоже никто не останется. Поэтому такие дела. Так, сегодня мы, короче, катаемся, катаемся, сейчас едем в хофф. А, ну, я хочу себе посмотреть, да, рюкзак, может, какой-то новый. Еще там к чему поискать, полазить. Напилась кофе, я сегодня еле встала вообще, напилась кофе. И меня аж, знаете, то я не могла проснуться, а сейчас меня аж штырит так, что меня аж тошнит. Представляете? Ужас какой. Вот мы уже подъезжаем в горизонт. А, еще мне звонил сегодня покупатель машины моей, который купил. И так приятно. А, ну мы с ним созванивались, я ему кое-что забыла отдать. Вот я ему сейчас отправляла там транспортной компанией. Вот, и он при случае сказал, что, говорит, вообще очень круто. У меня эта машина, на самом деле, не новенькая, да, уже такая старенькая, по годам. И он говорит, я очень удивлен, как она сохранилась. Большое спасибо, говорит, мне прям, ну, прям вообще классно. Вы за ней ухаживали там и все такое. Вот, или ездили аккуратно, или что. Ну, короче, машина, на самом деле, в очень хорошем состоянии. И он прям сказал большое спасибо. Я, говорит, очень рада, что он. И очень удивлен. Вот, вот все время ручку просит вот здесь, где-то мы проезжаем с мамой уже. Может, она там показывала вам в своих видео. Вот где-то здесь мы проезжаем, и он просит у меня ручку. Вот так вот. И держит меня. Да, кисть? Да. Так вот. Что-то он либо переживает, либо боится, что-то ему не нравится. Вот так. В общем, если что, беру вас с собой, буду показывать, что, как, почем. Не знаю, на какую сумму рассчитывать, как можно дешевле. Я всегда рассчитываю, на самом деле, как можно дешевле. Я люблю брать что-то супер качественное, супер классное, и с какой-то огроменной скидкой, понимаете, что-то такое. Ну, если я не нахожу такого, то, конечно, совсем дешевое я просто вот не хочу брать. Потому что мне даже не камельфовое там ходить особенно. Вот я беру кучу всего там с Китая заказываю, там еще что-то. Я уже говорила, наверное, да, как я делаю. Я заказываю сначала что-то дешевенькое, смотрю, как мне оно нравится, удобно ли и так далее. А потом покупаю уже что-то фирменное, хорошее, качественное. Уже не жалею деньги, потому что я знаю, что мне это нравится. Вот. А так вообще не очень люблю вот китайское там что-то носить, таскать. Ну, если это не какая-то там маечка, кофточка, знаете, такое. Что касается обувь, сумки, что еще, я не знаю. Скорее всего, обувь, сумки, такое. Так, ладно, мы подъехали, парфуйся. А сегодня, кстати, заскочила в ДНС. Смотрите, какой я себе купила зарядку. Такая прикольная. Семьсот тридцать рублей или семьсот шестьдесят, по-моему, стоит. Она как-то здесь еще тянется, что ли, непонятно. Она гнется такая вот, ну, чисто юсби. Вот. Заряжаюсь. Не могла свою зарядку найти. А еще вот джек. Джек. Джек-джек. Тоже для вот этого блеера маминого. Вот такого цвета фиолетового взяли. Пошли. Сегодня я, кстати, целый день хожу в своих новых тапках. Вообще просто оттас. Кайфую. Надела свой идеальный лук, вы поняли, да? Который показывала в видео. И прям мне так нравится, так удобно с ними. Солнышко светит. А сумка, видите, не подходит сюда, бежевая. Мне надо чего-то такого же универсального цвета, как вот здесь. Вот видите, вот эти вот. Зеленые там или что. Зеленая, черная. Пусть там розовые акценты будут. Вот я говорю, Гес вот классная была на самом деле. Обалденная. Рюкзак. Сейчас бы он сюда идеально подошел. Но я не могу. Он реально уже так потерся конкретно. Уже немного с ним стыдно так ходить. Боище. Кружки, вроде как собралась вам влог, да, снимать. И в итоге ничего не снимаю. Утро сняла, день сняла и все. Кстати, видите, очки поменяла. Я забыла их на озере, когда мы... Не на озере, в острове. В каком озере? На левом берегу мы там где-то на бассейне отдыхали. Селеносик хэппи. Я забыла, потеряла там что-то и, короче, попросила ее найти и забрать. Вот. И только сейчас доехала до нее и забрала, наконец-таки, свои любимачки. Вообще, конечно, их уже пора поменять. Они уже такие немножечко уставшие. Вот. В чем еще? Мы шатались сегодня по магазинам. Купила там футболочки себе. Такие там недорогие, хорошенькие. Вот. Что еще? В Макдональдсе поели. С девчонками поболтала. С Татьяной созванивалась. С Люсей созванивалась. Сболтали. Вот. Сейчас уже едем домой. Завтра нам будут устанавливать дверь. Девочки, представляете, приключения, блин. Ждем уже 8 дней. Установщики дверей так и не звонят. Я такая думаю, что за фигня. Мама говорит, позвони, узнай. А то говорит, ну, потому что ее помощь нужна будет. Потому что пока входную дверь будут делать, нужно будет, чтобы с Дэнни и с Милой кто-нибудь был в комнате, да. А кто-то как бы, ну, рабочих не оставлял, да. То есть я там закроюсь с Милой, например, и с Дэнни. И все, рабочие, типа, что хотят там, то и делают. Не выйдешь, ничего. Вот. И она как бы вызвалась на помощь посидеть с ними в комнате, чтобы я пока там смотрела. Ну, меняться будем, короче. Вот. И это, я звоню, узнаю про свой заказ, а мой заказ нигде не видно. Короче, оказывается, я его не оплатила. Там выписывают бумажку, и я должна была ее на кассе оплатить. Я, короче, забыла ее оплатить. Мама говорит, вот хорошо, что позвонили раньше. В общем, поехала в Леруа, обменяла эти занавески, заодно заплатила эту услугу. Но мне уже сегодня позвонили, я сегодня оплатила. Сегодня же позвонили и сказали, завтра уже к 12 они приедут. Я говорю, мам, ты уехала, но ненадолго. Так что завтра она к 12 приедет ко мне, ну, установят двери, короче, я ее отпущу. И мне самой тоже нужно еще по делам ехать с Денькой. Вот. Такие вот дела, такие пироги. Сегодня целый день шатаемся, отдыхаем. Ноги устали. Ноги устали от того, что много хожу, но ни капельки нигде не натерла. Вот это я обожаю просто обувь, которая с первого дня вообще не натирает нигде. Вот. Ну, так-то ноги устали, потому что мы много сегодня ходим. Наверное, 10 тысяч шагов намотали. Так-то и в шлепках ноги устанут, да. Но в плане натертости нигде ничего. Вот это я ценю. Вот. Сейчас едем уже домой. Денька просит на горке покататься. Сейчас покатаемся на горке и уже поднимемся домой. Купаться и спать, потому что время сейчас по восьмого, да? Да, по восьмого. Крошки мои, а кто пришел ко мне в гости, смотрите. Та-дам! Ваша любимая Татьяна. Смотрите, Денька вокруг нее кружит, рассказывает, как он сегодня день провел, да, День? Всем привет, да. Танечка, у нее сейчас в том очень важное дело. Да. Впечатление о квартире, расскажи, как в реальности. Танечка огромная просто, это белый такой дворец, это для этой вот принцессы, это замок. Пусть Таня расскажет. Огромный просто вообще, и... Та-ка-ка-ка-ка-ка. Танечка. Вот, ну в общем, я в восторге, мне все очень нравится. Но ты видео смотрела, кажется, меньше, да, по видео? Кажется, намного меньше. Комнаты такие маленькие кажутся, знаешь, так все тесно. А тут это, ну, я как бы представляла там на квадратах даже там, я не помню, я тебя спрашивала, я не спрашивала сколько, но я представляла все намного меньше. Огромная, просто огромная она вообще. Ты здесь, тут потеряться можно. Вообще, ну тут еще можно смело двоих детей заводить. Да. Да. Вот такая вот красота. А сейчас я буду угощать... Ой, так должно быть? Э, Мила. Нет, не должно быть так. Мила, нельзя кушать. Ну, в смысле, кушать можно, а нельзя кушать вот это, то же ты ешь. А сейчас Таню буду угощать матча чаем голубым. Она не пробовала, но просто я бы ей дала зеленый, но зеленый очень сильно тонизирует, и на ночь я бы не стала ей его давать. Поэтому попробую голубой. Голубой больше меня не взбодрил в прошлый раз. Я думаю, что он такой можно его на ночь. Смотрите, любовь какая. Это кто, Дэнь? Таню. Таню. Танюша. Скажи Танюшу. 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 У него красивое произношение. Да. Да. Ну все, Дэнь, провожаем Таню. Давай. Да все, он повезет тебе, раз ты его таскаешь. Он только за. Кошечка. Я же его не таскаю. Да? Ну, натаскалась. Все. Все, с Таней пойдешь? Уходишь с Таней? Да, говорит. Мы катаемся, катаемся. Слушай, капец, да? Это он все разбрасывает? Да, сейчас буду собирать шарики. А зачем? Он любит разбрасывать. Ты любишь собирать, а он разбрасывает? Я собирать не люблю. Да, я люблю собирать. Я даже не знаю, что бы я делала без него. Было реально нечем заняться. А так вот... Собираю игрушки, шарики. Да, да. Дэй, ну что, провожаем Таню? Это все мое, да? Таню провожаем. Говори Тане пока-пока, да? Таню пока-пока. Таню пока-пока. Давай, дай свидание, да? Ты кто такой? Он сегодня пел песню, кстати, в машине, которая играла у нас все время. Я такая прям... Я по нотам узнала, что он поет, прикинь? Я в сторис выставила, посмотришь потом. Селедка, маленькая селедка. Говорит эта, Селена размножилась. Вот маленькая селя. Клеточка моя. Беленькая. Беленькая клеточка. Беленькая. Я же тоже такая белая. Садись, говорите. Да я пойду, тебе спать пора уже. Сегодня уже все. Завтра, завтра поедем? Куда? В Мегу. Завтра у нас двери будут делать, потом фотосессия у нас вечером с Малой. Да? У нас завтра вообще такой день не сущен. Ой, это девочки. Но новенькая. Новенькая. По бартеру. Чего ты меня снимаешь? Мне нравится, как вы милуетесь. Жени. Жени. Да, родить бы тебе невесту. Потому что, знаешь, такая черня моя будет. Кудряшка. Да, может, его невеста уже где-то, где-то уже растет. Так, вот не надо вот это. Вот подождите, подождите на секундочку. В смысле ли? Вот это вот, давай. Еще не родилась, думаешь, его невеста? Еще не родилась. А, ну ладно. Понимаешь, я вот черная, да, вот и у меня этот ген такой вот, да, вот. Девочка? Ты думаешь, это девочка будет? Ну, а что-то мне хочется девочку, да. Я одно время хотела мальчика, а прям... Я прям знала, что мне мальчик будет. Я прям уверена была. Я хочу девочку. Я прям хочу вот эту вот, знаешь, как я была, помнишь, вот это вот, 17 лет, помнишь, вот это длинные черные волосы. У-у-у-у-у! скажу я забрался я на тайну все башня он здесь лезет тебя милка вот она здесь что делаешь что делаешь что делаешь что делаешь иди девочка моя 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 нападает да хорошо у вас тут такая вся команда дружная все анализ разыгрались дискотеку я пошла мила ты что стане уходишь нет это убирается смотри да я пошла все давай хорошо что мои хорошие поболтали угостила татьяну матчей голубой что-то и не особо зашло хотя и почитала свойства всякие разные с молочком она попробовала вроде бы лучше стало вот зайти поиграли прям ну все день аккуратно аккуратно все мы короче спать уже время засиделись день сегодня поздно кладу 11 часов все пойдем спать а вот и доброе утро смотрите кто пришел говорит соскучилась за вами не могу не виделись со вчерашнего дня у меня периодически сажается батарейка сейчас короче позвонили уже едут к нам на установку дверей кстати кто бы к нам не приходил все время говорят такая здоровая дверь такая большая такая широкая я говорю ну здесь она с рамой такая как бы я вот еще переживаю вдруг нам скажут чего такую здоровую дверь это не ваш размерчик и отправят в общем сейчас будем смотреть ждать решать аж хочется померить даже сейчас померю померила я полотно хоть она и кажется очень громоздким но там разница сантиметров 5 наверное но в леруа было всего два варианта по 86 и 96 мне кажется 96 нам больше подходит короче мне прям интересно что они сейчас скажут как они будут делать надеюсь они не скажут извините нет или скажут вам тут надо раздолбить кучу всего они уже подниматься на лифте короче приехали сказали что по размеру вроде все нормально делают нам демонтаж с сохранением двери и даже сказали дадут телефончик то может приехать и забрать эту дверь потом недорого вот и чё еще 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 все сказали час полтора ждем прям интересно как все будет там еще надо будет доделывать немножечко домазывать или наличники брать доборы в общем посмотрим что там останется от красоты так ну что пока мои детки с мамой там в комнате все нам установили уже я пока здесь попылесосила все поубрала помыла полы все высыхают дверь сказали не закрывать минут 20 прошло минут 15 может быть вот еще 15 минут и можно будет закрыть это из-за того чтобы здесь вот пение но я вам покажу закрою я же не могу вам не показать надо будет протереть об закрыли смотрите она прям в цвет идеально просто в цвет становится короче я у них попросила вообще мастера который все вот это заделает вот эти все дыры красиво да но они говорят что можно еще это сделать наличниками также в леруа и взять вот такие вот наличники до красивые и тоже как-то тут красиво все сделать евро как будет лучше они говорят ну красивее будет с наличниками сейчас еще в интернете загуглю посмотрю типа входная дверь с наличниками когда если реально будет круто то может быть и правда лучше наличники да там купить и вызвать мастера все сделают единственное что еще вот здесь тоже здесь не пенится внутри и нужно либо клеем плиточным заделать туда до либо там цементом не знаю что это он говорит это вы и сами можете сделать развести просто по затолкать туда да а здесь как бы сравнять ну вот нам нужно будет еще здесь поправить все что она сдвинулась нужно вот все поправить короче пусть она все подсохнет потом я посмотрю будут у нас тут наличники или или как вот что-то красивое тут надо сделать глазочек какой-то маленький глазочек слушайте глазочек как будто надо вытащить там херню глазок как будто меньше чем тут который был чё за фигня он как будто сужает часу маму спрошу фигня какая-то кого-то там вот эту вот фигнюшку нужно вытащить дальше здесь у нас идет внутренний замочек закрывается типа как охрана там да вот это нужно поснимать красоту вот это все здесь у нас вот так вот раз-два чтобы никто не подглядывал и вот здесь тоже закрывается с внутри а снаружи открывается вот это удобно кстати еще они сказали что типа если будете давать ключи рабочим давайте нижние ключи но я уже никому не буду давать так на всякий случай потому что говорит наличник нижние легче поменять чем верхние это я не знала вот круче вот такая вот симпатяшка красота у нас все еще светлее стало для тех кто не любит белый цвет или считаю что в моей квартире его очень много сходит наверное сейчас само так ладно дверь закрывать нельзя пока пусть еще десять минут она вот так вот побудет потом закроем я рада а старую дверь кстати сейчас вот ну что же пишут заберут за недорого приедут и заберут это радость пойдемте посмотрим чем она делает детишки привет а мама 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 так давно не виделись ну что мы можем выходить из заточения вот 15 минут по еще чтобы подержать ну минут 15 уже прошло 15 минут значит пять десять давай тогда поменяемся давай мы здесь еду туалет все тут да тут вся жизнь вообще моей только из-за милки как бы он она спит пока не просится пусть тут лежит дэнка то не выходят да темно смотри оцени красоту светленькая дверца хорошо красиво просто щелку внизу да он сказал плиточным клеем может быть у нас есть плиточный клей да надо затолкать а вот здесь он говорит слышишь доборы можно в леруа купить вот такие и тоже красиво сделать но мастера до 3500 горит с работы где-то выйдет ой и опять пока было времечко зашла в комментарии под видео с покупками где у меня новый пылесос новые наушники новая одежда и опять все ринулись считать мои деньги просто что я покупаю не то делаю не то что я сошла с ума что я продала машину и начал тратить деньги там на пылесос на наушники во первых даже если бы пылесосы наушники я покупала за свои деньги то я считаю что в этом ничего здесь нет такого страшного пылесосы в момент когда у нас идет ремонт и все такое он очень даже нужен и хороший пылесос он облегчает вообще работу по дому жизнь в доме потому что уборка тоже занимает немаленькую часть времени извините меня поэтому для хозяйки я считаю это самое лучшее посудомойка супер я еще хочу этот купить мыть полы люси показывала у нее очень офигенный керхер какой-то там да но я посмотрю буду этой фирмы брать или что-то другое может быть но тоже она говорит прямо просто моешь и наслаждаешься а так как мыть нужно полы каждый день особенно летом дети животные пылесосить тоже каждый день желательно поэтому хорошо чтобы пылесос был легкий быстрый мощный чтобы вот эта электро электромойка да тоже была суперска чтобы посудку закинул супер вещи закинул постирать супер все самодом делается еще бы авторобот какой-нибудь готовил еду там нажимаешь кнопочку приготовить вот это и она готова было бы супер поэтому на это мне кажется вообще денег жалеть нельзя и эта часть ремонта часть домашнего комфорта я вообще не понимаю почему меня судят по этому поводу что я чё-то не то покупал наушники также наушники да мне их прислали мне их прислали на обзор я выбирала сама себе модели которые я хочу и выбирала цвета которые я хочу да я их оценила наушники реально очень крутые классные мне понравились поэтому я о них вам говорю что кто вместе со мной искал классные наушники до этого я покупала на алиэкспресс дешевые наушники еще где-то покупал дешевые наушники и все мне как один говорили что ужасный звук ужасный микрофон все рибит кряхтит там и так далее ну и сами они конечно качество оставляли желать лучшего сейчас мне прислали офигенные наушники я просто от них без ума естественно вам они говорю кто искал вместе со мной кто ищет обратите внимание на эту фирму она очень хорошая все две модели мне есть чем сравнить одна модель мне там больше больше понравилась для моего уха например и что-то меня ринулись все осуждать что я сошла с ума но даже если песня наушники купила бы и что такого они очень нужны за рулем лучше мне по телефону вот так вот одной рукой рулить ребенок сзади одной рукой по телефону разговаривать чем взять наушники и у меня все время на телефоне постоянно на телефон должна быть и опять же меня судят и ребенка когда кладу спать если я не включаю допустим сериал не в наушниках и очень клёво что они беспроводные и короче я не понимаю вас девочки которые мне пишут вот эти все моменты вот чего хотел сказать сейчас все дверь поставили один одним геморроем меньше сегодня мы позвонили кстати уже сантехнику там сантехника какой-то крутой у него все расписано две недели вперед как бы нам кухню раньше не привезли чем сантехник придет но в общем он вроде бы обещал заскочить найти для нас окошко и сделать нам трубы провести под мойку вот потому что время то идет кухонь куда нам делают скоро она к нам должна приехать вот поэтому у нас еще сантехник впереди короче у меня целый список всего того что мне нужно взять у меня целая посылка огромная faberlic у нас сегодня фотосессия с дэней должна быть мне надо еще скупаться перед фотосессией куда-то мне еще нужно было поехать короче я написал целый список сейчас скажу сейчас скажу скажу что еще такое супер важное а ну то что нужно купить мойку смеситель с фильтром и сам фильтр а вот это да тоже важно фикс прайс же скорее хотела зайти там кучу новинок надо снять вам вот ну короче такие дела все честно что-нибудь выпить успокоиться и с новыми силами начать жить фу ну что мы блин вышли из дома сейчас пол шестого я 1830 уже договоренно вообще вообще договорились вот восемь на 1730 до дэнчиков 1730 вот и мы с фотографом вообще договорились с ней на 18 она писала давай 1830 вот думаю она увидела новое сообщение фух мне надо заехать еще забрать посылку там одну и уже мчать туда короче долго собиралась думала в итоге хотел сначала этом пару нарядов может взять потом в итоге думаю нет у меня настроение вообще на самом деле нет фоткаться вот но фотки новые хочу поэтому просто дело ребенка как обычно одеваю там сама дело тоже джинсы там все дела спасибо котик и все пофоткаемся в одном образе реквизиты какие-нибудь купим будут новые фотки ну что мой хороший день подошел к концу фотосессия нам далась сегодня очень туго настроение не было я не знаю почему именно вот не фотосессийное настроение и мало того что я не взяла с собой никакой одежды дополнительной я еще не взяла собой настроение нормального да и вот прям чуйка была у меня что не нужно фотосессию сегодня устраивать да но раз договорились пришли и я подумала ладно хоть какие-то фоточки но так туго все шло мне так туго все дело в настроение я не знаю почему моя голова просто другом думала и времени на самом деле на фотосессию не было и я выделила это время и как бы понимаю что чем-то другими сейчас должна заниматься но мне так хочется чтобы были фоточки хорошие в инстаграме какие-то новые тем более с день когда она не фоткалась вместе вот так профессионально поэтому пошла и посмотрим что там сделала девочка фотографа кристина была и надеюсь что все хорошо и какие-то хорошие кадры получились поэтому обязательно добавляйтесь ко мне в инстаграм кто еще не подписан на меня в инстаграме и следите за новыми фоточками так что на сегодня я с вами наверно уже прощаюсь люблю вас целую пока пока до следующего видео и и и и Субтитры создавал DimaTorzok